добрый день дорогие зрители сегодня у меня на столе инструменты хирурга я решилась дозвонилась к девочке которая купила орхидею она мне половина цены отправила обратно половина денег уйдем еще грибком заболела и я решилась на то чтобы ее восстанавливать обычно я сама покупаю орхидеи в плохом состоянии а тут как бы меня подставили то так неприятно казалось но что делать будем восстанавливать эту орхидею инструменты пока в сторону я расскажу вам что произошло у меня какая ситуация и что будем делать с этой орхидеи смотри я посмотрела тик ток и решила заказать себе по интернет орхидею орхидею мне показали в хорошем состоянии пока рука так вот она была сфотографирована корень длинный зелененькие листочки все все у нее хорошо я попросила дополнительные фотки мне их не прислали сказали позже позже когда уже была оплачена тогда мы сделали фотки и фотки были красивые но цветонос хороший посмотрите цветочки все идеальные плотненькие цветущие орхидеи но вот это вот они припрятали сегодня будем спасать это посмотрю могу ее спасти или нет воздушные корни есть но смотрите середина вот эти два листочка 3 вот от серединки начали желтеть это первый признак фузариоза и будем вынимать ее из горшка потому что так и ничего сделать не смогу мне надо посмотреть еще вглубь в корневую систему в общем тихонечко меня обдурили сначала я думала вернуть от орхидейку полностью договорилась ну ладно потеряю так потеряю так и будет а потом думаю это нет она пока доедет обратно это продавец ее уже не спасет может попытаться все таки и решилась на такой шаг и хочу показать вам видео как я буду это все делать спасать и что у меня из этого получится кому интересно оставайтесь на моем канале смотрите мое видео захватывающе с элементами хирургических вмешательств и продолжаем смотрите убираем торф стакан под торф стаканом все подгнила если без ну конечно я в такую орхидею не купила я покупаю в плохом состоянии но не до такой степени по среди кое все черное мокрое подгнившая пустое это все нужно срезать и добраться до вот этих лебесточка листочка сейчас есть секатор забыла взять секундочку девочки мальчики темы и зрители которые со мной давно накатали на канале знают какими методами я пользуюсь спасти орхидей q и какие орхидеи я выхаживала я все снимаю на видео кому интересно смотрите мои старые новые видео а сейчас будем спасать эту орхидею стакан этот полностью мокрый можно было орхидею не поливать но корни корни пострите влагу не впитывали они какие-то могут они питаться болезненное состояние орхидеи на все срезать это все я убираю и он по ней ползают уже этих жучки надо ее спасти но очень красиво хотела лимончеллу а получила полнейший фузариус красивый корень срезала но на ниточки и в конце вот больной жалко конечно ничего так сначала корневой разберемся это хороший а а потом с листиками разбираться то забыла вам сказать когда берем секатор его обязательно нужно обработать обрабатываю я перекисью водорода так как орхидейка сама не здоровая и заместили дополнительную инфекцию нежелательно взяли на тампончик макнули перекись водорода протерли лезвие и все и все обработано так давайте срежем не прямо руки чешутся хочу срезать этот листочек посмотреть я его полностью срезаю потому что он и поврежден и желтый мне надо посмотреть что там серединке я бы не было плохо я же не хочу . роста повредилась вон видите чернота наверно повредится . роста у нее наверно будет уже одни деточки если она выживет аж отпадает посмотрите посмотрите смотрите что творится что я купила люди когда покупаете просите дополнительные фотографии вот это уже срезать надо сто процентов попробуем с этого листочка вырастить орхидею тут еще может быть есть шансы я покажу как я зачищаю и покажу как можно с одного листочка центрального вырастить целую орхидею это мы оставим на закусочку на завтра сейчас продолжим смотреть наверно цветоносного средств наверно точно 3 тиши творится где мой пинцет эти вся серединка загнила и вот это вот людям продают как так можно беда безответственный продавец ну ты же видела что ты продавал продай как реанимашка нет продала здоровая орхидейка ну я и сразу сняла видео как получила и отправила и она согласилась вернуть не всю сумму ну ладно я я пожалел эту орхидейку думаю поборемся с ней поборемся посмотрим что выйдет у меня же должно получиться очень красиво сейчас покажу цветонос середина вся посмотрите бог ты мой до следующего листочка гнилая наверное этот снимать придется 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 одни фласочные листочки остались смотрите до самого конца видите творится я в шоке я думала там меньше не надо бороться не надо бороться и бороться бедная орхидейка как ее замучили но если она выживет это будет чудо чудо из чудес вот ото да живого надо срезать вот эти вот даже вот маленькие листочки то гнула ае-ее-ее ой ай вряд ли она выжилась кто знает кто знает мы делаем все возможное и она не была перелита чтоб сказать перелили в магазине нет она была подсушенная корневая систему я все хочу по убирать лишнюю сердце тюкает такую орхидейку угробить и что не делать еще чуть-чуть подрежу вот это резать не буду ставлю и немножко с таким серьезным делом я еще не сталкивалась сколько мне было гнилых орхидеек залита . роста все таком состоянии не было орхидей это первое она выживет это путь чудо чудес подрежу чуть-чуть листочек теперь что я делаем сейчас это уберу все вот посмотрите вот такое зачищенное состояние будет у моей орхидейке сейчас еще просмотрю может быть где-то корешочки срежу наверно не буду лишние корни не помешают если они все будут крепкие корни начнут впитывать в себя влагу может быть она и выживет теперь я беру перекись водорода и заливаю в эту серединку смотрите как она шипит видите она борется сна пошипет немножко корни я не повреждала нигде ничего поэтому корни можно не заливать вот еще черное что-то прямо пинцетик здесь не нравится в общем когда вы покупаете орхидею в интернет-магазине или в магазине желательно ее сразу же пересадить если она остается в торфяном стаканчике тут и все видите что творится горшочки торфяной стаканчик можете ее аккуратненько вынуть из горшка и посадить же тоже кору где она была не обязательно новую кору еще какую главное вынуть этот торфяной стаканчик и посмотреть вот эти гнилые корешки если у нее все в порядке садите ее и она вас радует а если что-то не то то наращивать корневую продолжаем наращивать корневую систему это какой-то корешочек на ту сторону мы повернем давай поворачивайся все оно пошипело немножко теперь я беру у меня препарат есть фундазол видите я его пересыпала в баночку написала фундазол и будем разводить я вам покажу как я работаю с фундазолом беру чистую баночку прострою посушивала перекись нам уже не нужна сейчас обработаем фундазолом конечно я вам показала видео с лаком для ногтей но это не та история где делать эксперимент с лаком для ногтей смотрите столько нам понадобится фундазола чуть-чуть видите все помещаем сюда берем спринцовочкой немножко водички и капаем такого состояния делаю чтобы была как густая сметанка если переборщили немножко водички то нужно добавить препарата вот видите какое состояние метанообразно чуть-чуть добавлю конечно можно нужно работать в перчатках с фундазолом как-то привыкла без перчаток вот такую густоту она должна быть посмотрите вот такая видите теперь берем и кисточку и начинаем обрабатывать свою орхидейку обрабатывать желательно в тех местах где подгнило где она выдает корни новые не обрабатывайте потому что она засушит их и они могут перестать расти ну то есть молодой корешочек или зачаток вот здесь может быть но в моих случаях такого нету в моем случае она вообще вся как-то погибает эта орхидейка поэтому ее надо обработать как можно больше чтобы она перестала бедненькая гнить вот эти черные места все нужно обработать сажать эту орхидейку я пока не буду я ее помещу просто в водичку вот у меня водичка отстоянная без никаких препаратов без ничего я эти корня корни хочу поместить в водичку сейчас покажу вам хотя вот я поставлю кашпо на дно немножко мха все обрабатывать больше нечего тут больше нечего вот эту гниль которую я срезала до живого я хорошо обмазала и все оставлю в таком состоянии завтра я за ней буду наблюдать послезавтра видите вот здесь нормально все глубже не пошло мы посмотрим как она поведет себя это же не точно что я ее уже намазала один раз и все спасла нет вот и наливаю на дно водички там мох у меня немножко мох из лесу и помещаю ее в корешки хотя бы один корешок чтоб попало в водичку и начал пить питаться этой влагой вот этот не могу повернуть такой красивый корень сейчас попробую вот так о хорошо повернулся все видите шейка до воды не дотравивается она вся на весу вот эти воздушные корни я смачивать не буду только кончиками корней воздушных она будет брать влагу а так оставим ее на сутки трогать не будем пускай она принимает решение либо выживать либо умирать сейчас я вам покажу как она цвела посмотрите какой цветонос я срезала смотрите какая красота лимончелло это сказочное растение у меня белый беглип такой я думала в один горшок посадить белый и желтый это было бы так красиво и вот купила себе счастье а это счастье оказалось сюрпризом не будем его назвать плохими словами но она очень красивая она такая обалденная смотрите какой красивый цветочек может это мне просто нравится не знаю как кому может кого-то кто-то не любит беглипы а мне очень нравится смотрите ни один цветочек нет не мягкий ничего не осыпается даже новый растущий никаких признаков а она тебе из-за вот того торфяного стаканчика все произошло этот цветонос я выбрасывать не буду я покажу как я укореняю цветоносы какой мой метод попробуйте может кому-то понравится а на сегодня все спасибо всем за внимание всем удачи всем пока вот